Я собираюсь изложить теорию заговора, которая уже некоторое время вертелась у меня в голове. Немного пугающая, но я решил, что просто хочу выложить её на всеобщее обозрение. Я знал об этом довольно долгое время, и хочу с вами поделиться. Произойдёт это или нет, это на самом деле не имеет значения. Это просто то, о чём я думаю. Итак, добрый день, добрый вечер и доброе утро, где бы вы ни были и когда бы вы это не смотрели. Меня зовут Довинчи Джерми, и у меня всё просто замечательно здесь, в Дубае. Да, сегодня у нас немного пугающее шоу про теории заговора. И затем, чуть позже, я выпущу теханализ на биткоин. Как вы знаете, биткоин у нас взлетел, хотя я и думал, что он упадёт. И я расскажу об этом в следующем шоу. Так что ждите. Итак, Калифорния. Я думаю, что это штат греха и разрушения. Почему я вообще решил записать это видео? Потому что сейчас происходит очень много всего, что доказывает мою позицию о том, почему я думаю, что это произойдёт. То, что произойдёт. Я прочитал статью и подумал, блин, это подливает масло в огонь. Давайте объясним вам. Начнём мы с того, что прочитаем эту статью. И затем уже... Мы с вами обсудим всё остальное. Итак, давайте открою для вас эту статью. Это у нас статья от Суверен Мэн. От Сэймона Блэка. Хотя это, конечно, не настоящее его имя. Ну да ладно. Я сейчас прочитаю эту статью для вас. И вы скажете, господи. Ну да ладно, до этого мы ещё дойдём. Вы скажете, как вообще землетрясение связано с этим? Но до этого мы ещё дойдём. Если вы откроете веб-сайт U-Haul и взглянете на страницу скидок, то увидите в верхней части экрана огромную графику, рекламирующую скидки на аренду в одну сторону от Среднего Запада до Западного Побережья. На нём изображена карта Средней Америки со стрелками, указывающими на Запад в Калифорнию, и призывающими покупателей воспользоваться огромными скидками для избранных маршрутов. Например, стоимость поездки из Далласа в Сан-Франциско снижена на 44% по сравнению с поездкой в другом направлении. Мне кажется, это очень забавным. Это означает, что так много людей заказывают перевозки в один конец из Калифорнии, что U-Haul отчаянно пытается найти кого-нибудь, кто отвёз бы их грузовики обратно в Калифорнию. И стоит ли удивляться, почему? Да не, не особо. Не особо. Если вы знаете, что происходит в Калифорнии, то удивляться не стоит. В Калифорнии одни из самых высоких показателей стоимости жизни в стране, когда речь заходит об аренде, ценах на жильё и энергоносителях. У них также одно из самых высоких налоговых обременений в стране. Да, вы в курсе, что у них есть налог на богатство? Этот налог, по сути, действует так. Берёт все ваши вещи, буквально всё, бизнесы, вообще всё, что у вас есть, и берёт 2% от этого. Если у вас, например, есть картины, есть машины, или, например, у вас есть акции, и они о них узнают. Они соберут это всё вместе, затем посчитают, сколько всё это будет стоить, и заберут 2%. Это то, что они хотят от вас в Калифорнии. Это помимо остальных налогов. Подоходного налога. Также налог в магазинах, который добавляется к стоимости продуктов. Налог штата. Когда покупаете разные вещи, много налогов. Налоги поверх налогов поверх налогов. И что получают жители Калифорнии за все эти расходы и налоги? Что ж, Сан-Франциско тратит около 58 тысяч долларов на одного бездомного. И при этом всё ещё не может убрать их, фекалии и шприцы с улиц. Да, действительно, там всё с этим довольно плохо. Они в тех местах буквально повсюду. Это просто катастрофа в Сан-Франциско. Это пугает. Неудивительно, что, согласно данным переписи населения, округ Сан-Франциско потерял 7% своего населения только с 2020 года. Да запросто. И сыты по горло не только отдельные люди и семьи. Бизнесмены тоже заламывают руки. Whole Foods – последняя крупная компания, которая закрыла свой флагманский магазин в Сан-Франциско после 13 месяцев работы, сославшись на разгул преступности в этом районе. Это следует за тем, что Амазон закрывает все свои магазины Go без сказ в городе. Также Walgreens закрывает многие магазины. Вы, наверное, видели видео, на которых толпы врываются в магазины и хватают всё, что могут унести, или запихивают товары в гигантские мешки для мусора, а затем просто выходят из магазина. И всё же ультралевые прогрессивные прокуроры позволяют этому происходить. Калифорния даже недавно внесла поправки в законы, чтобы декриминализировать этот вид мелкой кражи. Я полагаю, если у вас есть розничный магазин в Калифорнии, который регулярно грабят, проблема не кажется вам мелкой. Да, так и есть. Я помню, видел много видео в Твиттере на Clown World News. Вы наверняка тоже видели, если подписаны на них. Люди просто заходят в магазин и хватают вещи и уходят. И я не мог понять, что, чёрт возьми, происходит, пока недавно не узнал, что если ты берёшь что-нибудь из магазина, в Калифорнии это не считается преступлением. И я такой, чего вообще происходит? В этом нет никакого смысла. И Калифорния, по сути, закручивает гайки крупному бизнесу. У вас должна быть женщина в качестве генерального директора вашей крупной корпорации. У вас должен быть кто-то из сообщества ЛГБТКЮ как исполнительный директор. У вас должно быть чернокожая. И так далее. Все эти вещи разрушают способность бизнеса существовать в Калифорнии. И вы, наверное, думаете, почему же ты обо всём этом рассказываешь, если название у тебя о землетрясениях. Но к этому мы ещё дойдём. Подождите. Окей. Мы до этого ещё дойдём. Просто попытайтесь понять, окей? Окей, ещё дойдём. И так же, совсем недавно у них появилась дополнительная лицензия. По сути, они собираются контролировать, какую прибыль нефтяные и газовые компании могут получать. Сколько могут зарабатывать в Калифорнии. То есть, по сути, они собираются закрыть все эти нефтяные и газовые компании. Окей, да, Винчик, чему ты вообще всё это говоришь? Как это вообще связано с землетрясениями? Да, да, окей. Ведущие компании вытесняются. Правительственные чиновники ведут себя как идиоты. Они убирают бизнесы, убирают людей из Калифорнии. Умных людей из Калифорнии. И вы такие, окей, я начинаю понимать, к чему ты ведёшь. Самые умные начали понимать. Да. Калифорния. Калифорния, как гедонистический район, просто ужасно. Это просто место, ориентированное на потребителей. Там обитают актёры, актрисы. И, знаете, всякая ерунда именно там. Так что, любой, у кого есть хоть капля здравого смысла, скажет, окей, раз ты так хочешь со мной поступать, тогда я ухожу. Так почему же политики это делают? Ведь по логике, вы же должны хотеть иметь больше предприятий в стране, в своём штате, для того, чтобы они платили больше налогов. Так зачем же делать это всё? Почему нужно разводить так много проблем? Помните, то, что политики не делают того, чего вы, общественность, от них хотите. И ты такой, да, ну, не так. Да, ну. Если вы так думаете, значит, IQ у вас ниже среднего. Если вы думали хоть на секунду, что политики работают для вас. Нет, это не так. Я как-то разговаривал с одним политиком, и она сказала мне, что боится определять женщину просто потому, что кто-то родился с флагалищем. А это как бы, ну, и есть определение женщины. Ну да ладно. Она боится этого делать. И почему она боится, она рассказала. Потому что каждый политик, который этого не говорил, хотя публика подбадривала его за то, что он заявил чертовски очевидные вещи. А остальные так не делали. Так вот, этого политика вышвырнули вон. Он был полностью отстранён от политики. И это не потому, что люди так хотят. Тут отыграли какие-то силы сверху. Люди, у которых есть доступ к печатному станку, будут решать то, что вы будете слышать. То, что вы будете читать. И если это не входит в повестку дня, политика отстраняют. А если вы всё сделали правильно, тогда вы подходите к нашему принципу. Вы же знаете, что политикам говорят так делать. Понимаете? Они просто делают то, что им говорят. Окей, что ж. Надеюсь, теперь вы понимаете, как это работает. Потому что это правда, и это так работает. Именно поэтому у наших политиков сейчас самый низкий уровень одобрения за всю историю. Но за них всё равно голосуют. И они возвращаются. Если хотите узнать причину, по которой за них голосуют снова, вам нужно посмотреть видео «Rules for Rulers». Ну да неважно. Итак, за них голосуют. И они будут делать то, что будут делать люди, которые платят им. А не вы. Итак, по сути, они избавляются от людей. Кто-то сверху им сказал, «Вам нужно избавиться от всех умных людей, от хороших людей, убрать их из Калифорнии. Потому что нам нужны эти люди. Потому что самые ценные активы на этой планете – это не нефть, не газ, не воздух, не вода. Это люди, которые могут что-то строить, могут создавать вещи. Умные люди, которые ничего не делают плохого в своей жизни и что-то строят. И вот от этих людей они там и избавляются. И также есть ещё кое-что. Помните об одной вещи. Она есть у правительства Соединённых Штатов, а большинство людей не знает. У них есть машина под названием «Харп». Вы можете посмотреть вот эту трансляцию от CBC. Ссылки будут внизу в описании. Я не собираюсь её запускать и смотреть прямо сейчас, но по сути в этом видео рассказывается о том, что машина, построенная Соединёнными Штатами на Аляске, по сути машина для землетрясений. И вы такие, «Что?» Итак, вот что здесь происходит. Ведущий CBC говорит, «Слушайте, там есть патент в Соединённых Штатах, который говорит, что вот эта машина может создавать землетрясения». И парень говорит, «Да, но у нас для этого недостаточно энергии». И я такой, «Чувак, да ты только что признал, что это машина для землетрясений. Её просто нечем питать». Так что, да, зацените это видео. И самое последнее. Вы же знаете, что должны быть землетрясения в Калифорнии, правильно? Оно уже опоздало. Сильное землетрясение на 8 с плюсом баллов должно происходить раз в 100 лет. И что ж, если соединить точки, учитывая, что у них есть машина для землетрясений, и это землетрясение в любом случае считается просроченным, соединяя эти же точки, правильно? И при этом людей из Штата они вывозят, при этом не создавая паники, о том, что всем нужно уйти. Есть о чём подумать, правильно? Итак, вот такая у меня теория заговора. Правда это или нет, никто не узнает. Только через 50 лет, когда правительству США придётся рассекретить все преступные действия, которые они совершили. А если вы не верите, что они совершили что-то преступное, помните о том, что они совсем недавно рассекретили тот факт, что они убили вот этого человека. JFK. Они это признали. Они сказали, да. ЦРУ организовали его смерть. Если вдруг не знаете, поступили они креативно. Сделали ложное тело или что-то такое. Это всё задокументировано. Взяли кого-то другого, сделали так, чтобы он был похож на него. Всё это сейчас публичная информация. Но вам плевать. Так ведь. Вам, наверное, наплевать на все эти теории заговора. Вы, небось, думаете, что это вообще за парень? Ну, чтобы вы знали, он был президентом. И он пытался остановить Федеральную резервную систему. И вот из-за этого он был убит. Так что... Да. Верна моя теория заговора или нет? Меня уже, скорее всего, не будет, когда рассекретят данные об этом всём. Потому что они рассекречивают такие данные только через 50 лет после того, как они это сделали. Да и к тому же, землетрясение само по себе должно случиться. Так что, возможно, они даже этого не будут делать. Так что да, посмотрим, что произойдёт. Это моя теория заговора. Произойдёт она или нет, не знаю. Это просто то, о чем я думал и хотел поделиться с вами. Совсем не важно будет, если этого не произойдёт. Я просто, знаете, хотел с вами поделиться. Надеюсь, вам понравился этот эпизод с моей теорией заговора по поводу правительства. И да, что ж, ожидайте нормального обычного шоу в ближайшее время уже с Карлом. Удачи.